всем привет с вами владимир канал все о шашках так сегодня у нас пятница и как всегда мы смотрим лично командный турнир по русским шашкам на гамблере и так сегодня для вас будет играть кандидат мастера спорта из перми олег бурылов приветствую олег здравствуй володя здравствуй паша здравствуйте уважаемые шашисты а помогать ему рекоментировать партии будет кандидат мастера спорта павел папа приветствую павел всем добрый вечер так глянем кто у нас там сколько участников 63 пока вижу участника три гроссмейстера вижу нарвайша сноры мельников много международных мастеров кстати щукин сарша и куница садовский дудко александрова проскурин таранин а вроде мужа присвоили я просто лежу в таблице на россию он мос по моему просто может щукин сам напишет нам подарит нас есть ну так на россии на россии там же фмжд наверно воевать выполнил мастера хочу какая разница не кажется все равно мастер и мастер так я не знаю признает ли фмжд звание и айдиафи наоборот на гамблере неважно признает не признает сила игры получите на высокий полу нету и то есть когда сейчас он идет хорошо очень рейтинг он турнирный смотрю 1840 самый высокий и всех участников до сегодняшних до больше не видно кстати самый большой рейтинг реально а вообще сейчас среди дорогих если делал чуть не вижу так олега бурлова вижу зарегистрироваться на 1 5 секунд как говорится с богом давай удачно так 73 участника принципе нормально 74 ярославом гончаренко игра круто украине а какой стал дебют о а он слушай ошибся а какой стопа скажи мы не можем найти знаю прошел 34 блин слушай он чё шашку что ли проиграл сейчас жди переключимся ярослав шашку уже проиграл прикинь ошибся давай посмотрим а там на было это назад бить и быстро сыграл на да ну вот вот я говорил это как бы недостаток лицоров сегодня поговорим кстати на эту тему вот кстати есть шанс тебе выиграть у такого сильного игрока не шанса надо выигрывать буржан тоже смотрит за игрой я с ядиком авто рассадки играл ну как бы так вот о разных но там немножко под это буржан начал меня хвалить является засмущало я поцелил одну партию так конечно язык два с половиной победил на портала авто рассадка шашка тут лишняя просто поджиматься будут у даже ничего придумывать не буду ладно пусть там как говорится там думает так так выйду как раз буржан пишет чате здорово 4 привет буржан такие позы когда шашка одинаково но как бы их тоже играю ну и все тут вроде все заканчиваться должно ну да так 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 какие удары не впороться все равно ну вот по сути у тебя и фе 7 ход будет постоянно то есть а дальше то есть как бы он ее не пробьет у тебя на до 6 и по цели сильно рэй пойду тут я лекаром и поменялся мне кажется яснера можно назад поет и 6 ты гаешь можно было и напасть cd6 мне кажется вот а сейчас можно и напасть но мне кажется пораньше привлекательный было но ладно играешь ты-то сегодня я кайфую кайфуем я пишет когда это я шашку проиграл одых времени мало не забываю на первом ходу я рек он и не заметил на первом ходу я вот тут все не вижу да ирдык аул как говорят в казахстане кладбище еще что ли одну жертвовать потом еще одну мне кажется это уже несерьезно так быстро играешь алик учета и ныть кота за за одно место так быстро и в 2 нету то вроде есть его потом словил его игру надо дамкой бить я ставлю и все заканчивается опять подожди если он пойдет опять на 8 или 6 пойдешь я думаю можно будет поймал частные 5 пойдет по-любому я бы на и 5 пошел так ну чё я все наверно тут уходим пошел а чуду ах ты блин урок вот это подстава вот дурак когда уже надо было это потом поспорим футы елки-палки а тут ничего не сделаешь позиция тут не саргина даже чё-то я это а чё я ничего не могу предложить почему потому что непонятно ели к дорогой ничего тут кстати я писали что у меня я не могу предложить ничего не могут ничего предложить писали мне тут кстати видимо какая-то ошибка чё-то я вообще короче сеть это блин двумя лишними не реализовал поспешил я тебе говорю паша там видишь как бы тоже это получается позиция то вроде две лишние так я что-то долго думал на побыстрее играть короче правда когда время идет олег в стриме ты болтаешь вот а я гляжу тебя штат секунд я с тобой болтаю мне как бы все равно я тебе говорю олег время сейчас я скажу вроде вроде смотрю выиграно еще так я раз вроде ну пожертвовал а слушай надо было пожертвовать и не да не ставить дамку сперва на c7 сыграть а потом дамку ставить и вот там уже точно выигрыш вот сейчас я понял и ошибку ладно а тут пишет михаил халява расслабляет ну да да я что-то расслабился халява просто ей 6 наверно надо было девятнадцатом ходом пойти и все как говорят карточные шулеры проиграл и забыл и олег и вот я говорю наверно ей 6 и все и концы были по дабе это неважно уже бауржан пишет олег хватит кайфовать играть надо посмотрел проиграл на ровном месте кто ну вот соловей ранену смотрю я крыжу много народа на россию не поехал именно кто он геннаду представляет я сегодня в галинову в чате спросил он пишет типа не хочу но я думаю это все как бы кто за он геннаде не поехали как я понял но это мои догадки то есть как бы могу ошибаться 5 какой-то зверь тут какой-то старшаев 15 или какой сейчас подскажут и 14 а вот нет и 3 нравится смотри ход 3 и 3 пойду я так не играю такие ходы может он и я пойду я люблю эти позиции а тут сайте это небольшие тонкости знаю мне как-то валерий евгений сафронов показывал да 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 а где он тебе показывал то у в адлере ой какие тонкости знаю так что задумался может как вот тут играть в ц5 или fg5 c5 так позиция получше мне его позиции больше нравится а мне нет не знаю как ты будешь его окружать и фибрер так дым косяку может свестись кстати к обратному часы не нравится моя позиция 6 можно попробовать подвести вы это я так раскидку говорю но у него вещи у него слабость какая у него фланга слаблен вот опять какая слабость и 5 ничья сразу если вот она сходится ну не совсем ничья там надо будет поработать черный покажу если вот это ну потом может после стрима и 5 а b2 cb6 побил вперед и играешь ваша за тебя красноречиво молчит может саршаю смотри как задумался мне тут темп не сходится поза похожая не сходится олег все равно я вот лежу так вот а b2 или fg3 блин а b2 я боюсь cd4 выпадали какой-то прям выпад cd4 чего такой то неприятный и сраж а так едой 4 какой то есть есть но там по крайней мере же 4 есть неплохой ход куда gf2 можно жри в домом дальше пойдет по цвету они не может а как он пойдет и не не может я вижу пока не может я же в 2 если как ему играть слушай поможет и и же 7 подождать и ты не сможешь cd2 подставать 2g6 cd2 f5 что ли будет уже в 2 блин ты ладно давай не будем обреть так участвует 2 прям смотрится неприятно у него вроде нет такого ничего у него никакого давления вот сейчас вообще нет ему на обороняться тут возможно у нее проиграно даже возможно опять как-то хочется за него вообще 5 оба 2 и чё там делать непонятно зачем все 5 оба 2 и фессии ничего игровая поза вообще похоже уже на городскую партию обратную стала на самом деле вот как ты свел есть там вариант я может вам потом покажу его вот а b2 я бы еще там и фи 7 сыграл на его месте и чё по теории а тут не сходится как бы я бы может там есть его сбц и ты подожди пока так так блин но больше 20 ты наверно надо куда идти еще куда это стричь это плохо просто меняться видишь плохо cd4 нападать он зашел те меняться cd4 наверно бассейн и dc3 и меняться только так а так лучше это вроде не наверно я не знаю что это или 6 побил центр забрал тяжеловато так 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 и жилова там непонятно тут уже все тяжело и до перехватил да да не не тяжело не выдумывала нормальная позиция не знаю легче тут нормального после а он так даже играет лишь меняться нельзя бюджет и остается чё так а если поставил а нельзя да так ставить можно было нельзя нельзя он c5 играл как как можно вот сейчас можно то все опять ничего нельзя предложить что может просто играем да можно создать игра и найди перезайти тем же пользователем ваш мир не может знаете что сильно можно сделать специально чтобы не расписывали ничьи экспериментально а ну тогда нормально как вариант мне кажется он может ты понял короче да что тут я я тоже не могу предложить да спасибо где-то в конце я отпустил мне кажется у меня поприятнее было у меня хуже изначально уже готова приятнее вот это них когда ты центром отдал уже страшновато стало страшновато это на первый взгляд но мне кажется это наиболее точное уравнение чем плохо то если он их и 5 ты хочешь еда 4 а он дам поставит потом да нет что-то там уже я не нашел я водка лежу сейчас он дам ставит и тебя запирали ты вот правильно сказал немножко не сходится может я считаю это в плюсик 1 минус 2 плюс так широглаз с этим тоже позиция очень приятная давление большое тут олег какой и знаю я двадцать пятый стол черным я на 46 место были вот такие позы дающие роглаз вот это неправильно со мне широглаз у конечно не повезло туда поза как говорится намного приятнее так нера назад побью пусть он там думает так а вот тут можно подумать не давай ему запасные темпы пау ржан кстати следит вошел тоже хочет ставим дать вести так а вот сейчас как-то уже 5 смотрит ой блин увидел уже мы сейчас можно было выиграть шашку оба 6 и все вот хорошо что промолчали играть ладно все было что-то я вообще уже куплю как говорится так участку это уже три хочется ходе к сделать хотя можно не торопиться почему и в же ты если он же h2 пошел ну нет там можно было пойти ну ладно давим короче вот теперь уже все тут тяжеловато все очень тяжеловато становится кому кому широкого асо какой него рейтинг в 1440 и плохо на самом деле рейтинг кэша молочу значит понятно но все равно я гляжу бывает вот а так то уже извиняй дружище ты как говорится не забил у тебя было возможно а сейчас забиваю уже я как футбол да и такой же аналогичный мужчина глаз побеждать до чего кого посмотрим ромика давайте восьмой стон щукин и этот а это известная позиция как там на стриме я видел у черных тут поприятнее конечно но белые могут сделать ничью так александр писал владимир есть же возможность нажать на ник игрока и нажать подойти к нему и искать не придется вроде есть это в этом клиенте а в браузере такое не видел чтобы подойти прямо к игроку а нет есть такое володя вот смотрю runor я нажал подойти инфо друзья вот можно да проще тогда подойти нажать и все работает можно попробовать чтобы чтобы не прыгать там действительно это каждый раз ищем вот спасибо это кто подсказал александр youtube ник александр молодец так также он пишет мне кажется что есть и держать под рукой топовую книгу по шашкам то самое присутствие придаст силы неплохая шутка это как-то владислав шипилов тоже повстречал кирилла чулкова и прикололся горит я наверно папа ну как гроссмейстер чулков заставляет спать с шашечной доской кирилл сказал нет такого нет есть у белых план ед 2 интересно и надо играть да иначе плохо просто он не сможет подтащить шашку вот эту d8 вовремя включить а тут уже дц3 удары никакие не просто остался это камбажа да и 5 и dc7 а больше ходить то куда ну да не а может пожертвовать как то можно было хотя нет плохо да да проиграно тут это где-то но решат ошибся да так астраханец на первый столбик кинул астраханец писал с аршаевым девяносто восьмом году играл в гостинице отец его давал рубль опытным кто его выиграет он был совсем маленький не промажетая так хочу сказать вот недавно тоже на турнире в гамблере в ничу сыграл но опять же там позиция у меня поприятнее было я играл на чемпионате россии первый раз сможет там у меня выиграл 30 так вот из четырех партий то есть четвертую раньше даже не играли ну как в теннисе то есть проиграл все это дмитрий цинман горсмейстер и может саша больше никто не выносил но хочу немножко похвастаться я как-то выносил зато никиту волкова 30 маленький был совсем по моему там сколько было лет 10 и как раз вот сафронов скал ты зачем горит мальчика обидел такие приколы она смотрит 42 человека 16 лайков всего не но никиту волкова согласитесь приятно победить до окно и побеждает зинаиду ну тут конечно проигранный обрезает шашки ничего нету да почему так мало лайка сегодня у нас всего 16 я поставил я не себе я вам поставил есть отмазка а так а так бы сказали сам себе поставил что такое я не себе я вам а вы можете мне поставить мы тебе так маханечка вот кстати по ходу о минск ушла не не ничья а другую сторону идут я что-то не вижу ничего до маханечка ярик пишет приветствую стримеру приветствую ярик ярика ешь отскочил чудом да как говорится как залез в эту позицию так и отскочила я не знаю тот ли это ярик может это другое просто пишет ник я реки я река там конечно первым ходом на было это бить а75 а ярик побил вперед там шашка летит я еще такой завис я не поверил думаю что неужели это шашку отдает смотрю действительно отдал олег пока сена идешь неплохо может он решил силы уравнять таким образом типа фору тебе да да не он там написал написал в чате же чуть такое обе шашки что и где шашка а вот как раз смотри с машей поигра чесноковой так тоже три как-то хочется вот он поздно такая засушенная мне кажется больше ну окружение bc3 тут по уиграется какой стол и пойти могу найти маханичка олега олега с маханичка так и по 1 стол ваша пол бы опять тут игра да я вообще не ставить его лет я играю по всякому как хочу можно аккуратно я не помню как тут а подвязать не хочешь есть 4 так вот помыть 4 надо играть потому что так еще какой-то cb4 да тоже есть кстати cb4 а как-то видел рома щукин играл по против money норреля давайте бы 4 попробуем почему бы и да лезет это мне уже нравится так тут рома играл по моему бы опять ну давай не буду придумывать буду по щукинский играть он саде эту партию выиграл я сидел 33 плюс 0 так вот это уже по-другому они немножко рискует очень сильно как она хочет защищаться так cd2 мне что-то не нравится то b4 хочу вот я тоже гляжу как она хочет защищаться потом и чё-то не видно как тут играть шашка пол летит подожди hg5 так же 4 и пошли потом ну да чё-то туго гляжу тоже что-то я не вижу cd2 и все cd2 b6 33 bc5 пошел съел съел поза какая-то говеная будет кого я гляжу подожди олег еще лежу ходить надо уже ходи значит то есть как бы мне вот эта поза с нападением потом как-то так 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 пошел съел съел пошел просто так так ходи как считаешь нужным cd так же 4 так так а же 4 может быть там удары будут как-то поприятнее ход потому что оба 6 что-то а тут уже удары идут даже 5 постоянно тут стоит но времени мало ну сейчас больше убийца не болтать и рубиться так назад меняться cd2 bc7 dc3 пум-пум туши на же 5 еды 2 есть вообще у нее есть потом свои ходы видишь все равно хочет и шашкой у нее центр такой вот я говорю cd2 bc7 а потом поменяешься еды 2 пойдешь она же 5 двинет вот она мое фиатри пойдем и все будет тяжеловато ей так чё как играть ну забирай наверно чё делать а блин а почему твой ход а ты не забрала чё ё-моё аккуратно тут уже на играть перехватила где-то инициативу опять не ну тут не должно быть этого проблем то кам а нет комбы ходи ага вот так явно еды 2 сейчас подключаться надо наверно надо да я тут тоже какое-то окружение есть смотри слушай если она сейчас не до 6 подстроиться чего тут окружать бак патри нету баты ой блин да приплыли хорошо играет даже в одной команде состоим до сдаюсь где-то наиграл дано побыстрее играть позиция перспективно опять была вот заметь и в одной партии у меня хуже не было пока но пока конечно результаты не радуют да чё-то я даже не понял почему мы шашку не отъели вовремя чё-то ты кстати что-то вообще не подсказываешь где подсказки паша и одного хода не подсказал 5 я тебе классе подсказывать должен а ты делаешь олег другие ходы вот смотри ну да брат и тебе надо было пойти вот тут туговато все равно так и не надо туговато мне наш об отлично было зачем мне туговато позиция хорошая у меня я тут уже олег по лишь мы упустили то 27 ход ж 4 cb6 так олег пишет добрый вечер хороших всем выходных спасибо ли его так александр спрашивает а что за телеграмм на сайте карточки игрока на гамбель кто курсе честно сказать не знаю блин олег я вот гляжу тут даже шашку от есть не получается я вот гляжу тут даже с лишней шашкой тут непонятно как играть поможем скинуть пойти там и играть но поза у тебя шашки на цена похоже знала эту позицию похоже потому что уверенно играла заметь так быстро я задумывался она довольно таки быстро играла а я знаю что она как бы тоже но любит подумать более позиция как бы такая не совсем простая была похоже знала что-то они там белорусы вечно знают ну ладно все вот после 27 как ладно все проехали следующая партия так ник михалыч никогда не 5 надо бить до хорошей позиции 25 что-то плохо да а слушай это на прошлом стриме играли володя помнишь я тут такую плохую позу получил опять меняюсь и потом это иду туда мои в четыре ну да наверное наверное тут чем может обоюдо острая такая вот это быть качели верно и так и сделаем да а я помню в этой позиции fg3 сыграл там и так плохо получил вообще так слушай а еды 6 нету зима ты не хочешь что-то дает и подвяжут не боялась же 5 чё можно поменяться ну как бы тогда сосется то есть когда как-то так не на корову играем то а ты не хочешь центром даже 5 согласно задуманному плану я по его месте поменялся бы ну тут просто рассос а так так я не стал бы меняться наверно но так же 4 как-то хочется да я крышу у него быть 4 так а вот час 5 не дано но и рассасывается тут потихоньку но я думаю нас лучше будет и лев е7 подождать люди надо ждать и 5 и 7 зачем сдвигать его может же поставить тебе вот просто пошел куда если че-то ничья главное не рыбиться то есть понятно главное не герой ствать да потому что я бывает пытаюсь выжить где нету ничего и все и ноль как цп6 цп6 дохода конечно тут я расскажу оба 4 тут всякие б опять она по времени не зависать любой ход так сейчас как-то dc мне прям хочется а dc 5 не охота поиграть кстати можно не dc 5 он плоды и 3 и чего от и dc 7 7 тут сходка будет в твою пользу небольшую если ничего не путать и да вот вот ты сейчас это хорошо хороший ход план под такие плохие просто я разговариваю с тобой также стрим ведешь когда это молодец вот вот это план ты это сейчас в тему до подсказал так-так-так-так-так-так-так-так вот не нравится вот а сейчас я вперед побью уже он накосячил надо выигрывать тут уже попакивает выигрыша ну надо уходить в любом случае ему а так по моему да тут что-то я не вижу что он хочет и все приплыли ну и а ну да все или до приплыли а b6 до любки но ему все равно на жертвовать снова так 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 да и все прорываясь тут главное них вот еще это самое главное же в 4 успей сыграть да вот тут все так а вот оба 4 было бы уже стремно я думаю тут должно вот сейчас просто точность небольшая нужно я думаю ну да ну все все концы на сдаваться это уже не серьезно дружище посмола на треугольник петрова треугольник петрова нет не посмотрю спасибо за игру сейчас я где он ошибся так ну нет и вот сайте в тему это подсказал он это так может первый стол посмотрим шоня на первый идет в эфире а так так ярик писал хочу предложить чтобы в автоподбор после 1900 сделали отдельно не только деталки а и классику как и раньше неплохо было бы если бы это сделали вы что думаете павел олег это разная поза была после твоего хода вот конечно равна и он там перемудрил поторопился еще раз володя я не хочет предложить чтобы в автоподборе после 1900 рейтинга сделали отдельно не только в деталки а и классику как и раньше был а как это ты хочешь реализовать не понимаю может типа чтобы был выбор хочет играть пластику и металки наверно понимая ой 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 чё белый творят да ну ничего таки до играться можно так михаил пишет олег не корову проигрываешь главное сделать выводы из ошибок ну тут тяжело ошибки конечно анализировать и таблиц как бы все-таки я вот мне не вот как бы я сейчас стараюсь играть вот как королев то есть юрий королев он как горел надо получать нормальную позицию а там в конце уже как ну как получится да вот это играть по позиции это речь учет там вот у меня еще не пока ни разу хуже не было нормальной позиции олег я нашел хороший план за тебя с михарычем просто быстро сыграл там просто и в же 7 там очень хорошие планы может там ничья за него достижимая но не легкая и но в же 7 то я тоже как бы это кодик-то сделал тоже неплохой тут но как бы быстро по план ты вовремя подсказал да в тему так артем гагарина пишет всем привет олег все хорошо играет до конца приема придала ну пока принципе неплохо идем я вот смотрю 21 место из 70 а из 81 но сейчас что-то 69 уже нялись вот 24 ладно неплохо идем пока так макаренко ухты позиция кэш очень крайне неприятная удавается бы 4 что какой стол а макаренко 13 ну а так уже как-то может быть опять наверно по моему батаре есть всякие но мне бы опять больше нравится все как лучше двойной или одинарный вот блин съешь двойной наверно чтобы двойной до центральную брать то есть как вы и тут так будет сводиться все видишь скорее всего гамбитное твое любимое да 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 бц 3 на комбу его поймать попробовать может а чё какая компа ну а чё дальше баба 2 дальше я если он еф4 сыграет суши тогда то есть это кипа заиграют то есть круто красота пошла до чудо мне сегодня фартит вообще я река шашку дают блин с этим с широглазом так больше я тебе не подсказываю не друзья вот паша уже заслужил лайк поможет этого посмотрим валюка 0 валюк играет какой столик с фархатом играет с фархатом я играл в москве он мастер спорта выполнял пишет первый разряд туркменистана короче вот друзья первый разряд туркменистана равняется мастеру спорта в россии кстати я ему один раз проду а второй раз я его на ленинградку отравил это блиц было в это cb6 это боржарский брендер я конечно прикалываюсь вы не подумайте что там сейчас он по срабе играет россияне как бы всегда всегда может он не в туркменистане живет сейчас но как бы потому что смотри у черных похуже позиция тут есть очень не чата а почему нету cd6 куда как-то хочется дожди как валюк пойдет давай посмотрим на саду 6 до 6 до эфи 3 лет еды 2 надо пойти надо еды 2 да это это по моему ничейного мусска водок так и ходит и теперь ей в 6 и в же 5 а это знаменитая позиция ничейная да да тут простенько ну видите друзья 6 если уже 3d и 3 побили там просто 6 тоже имеет право на жить его так 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 комп не в 6 и в 6 и в 6 тоже имеет b3 dc5 подожди какой-то б 6 cb4 что ли усмотреться бы 4 б 3 dc5 эфи 3 еда 6 подожди там эфи 5 и все и до свидания ты чё перегрелся эфи 5 и все дам куда и в 6 чем сидит думает а ефи 6 компания паша простая и в 6 и в же 3d и 3 побили эфи 5 чунгила нагревает но как бы тут уже спаслиф идет все это уже все вроде проигран вот же 5 у нее это не кажется на ровном месте хотя ровно да не не поставила печаль и не 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 чай не ой какая ничья тут поставил наш 8 у меня и сказал что печаль они ничья не нет тут тут все это не серьезно ну их 4 просто особей в 4 там дамкой можно пойти там кайта закрылся аж на d4 и как ты сказал печаль к да и вообще ходов нету аж на d4 да вот я сейчас короче как гроссмейстер сыграл всех от и угадал b3 а кстати ажи 7 а нет b3 а кстати смотри-ка вот как ходить вы говорите печаль будет славюк придумает так и пошел по моему ничья уже нету выигрыша и позиции не выигрываются паша ничья ошибся андрей где-то ну возможно вот блин вот тоже сегодня в первой партии да на ровном месте выпустил но тут такая что посложнее было да но это ничего уже не выиграешь но как молодец тоже сам себе проблемы создал молодец как бы просто по двойнику бегаю туда-сюда туда-сюда тут вообще ничего нет никаких идей просто по двойнику нижнюю болезнь по что он попроще хочет сделать ну да сейчас по подорвать твои это и все а зачем тут а ну может тогда и все и ничья ну тут еще кстати очень до показалось что время сейчас закончится что-то он подвисает что ли чё так долго видать там интернет перерывают в туркмении только не стане и все валюк что-то написано вроде как тоже висит непонятно ничья да кто такая елешка интересного я ежечка да а это тоже игрок какой-то девушка там вроде играет неплохо так все закончили таком одних вместе 18 вот еще терпимо врачинский александр цыганов красноярска а кстати позиция хорошая ладно пока не комментируем сделает ход будем комити вот это я я бы так не пошел я бы побил на опять а вот сейчас какой-то cd4 есть неприятный да паша да я грыжу есть и cb4 всякие и цены 4 нравится больше тут чуть-чуть тоже идея не сходится с вот а сейчас d5 на . лежит от личной позиции я тут выиграл кажется такая уже и неравная неравная далеко не равна к тут ровную кучу так вот hg3 или bc3 на bc3 уже как-то gf4 я что-то не вижу как тут атаковать смотрят я пойду же h4 ты куда пойдешь же gf4 ну удачь надо так играть раз ты раз ты так сказал 4g в 4 же 5 ставлю а там выскочить можно в принципе на их и 5 как бы проблем не вижу просто доверия центром то всегда приятно давить так но вот тут уже по-другому так вот тут же h4 и не смотрится вот bc3 прямо смотрится поток у тебя и остается бц 3 пойти до подстричь хочу по времени нормально пока идем ладно сильно тут как говорится не мудрить атакуем маэстро прикрой атакую такой у него этим кто так слушай а может быть разменяться cb4 потом только же в 4 выйти выбить у него шашечку уже не охота после этого ходить там защиты всякие мне кажется что cb2 мне кажется разменяться получше будет слушай а cd4 печально что ли и вот cb2 тут можно да я думаю в принципе а потом можно еда 4 поменяться с боем на и g3 короче короче тут много планов хорошие вот я говорю еда 4 бой бой и потом ебью g3 все центр ты займешь ращинский вот пишет у вас кнопка равно работает я говорю нет тоже вот пишет на бц 3 сейчас тут просто cd4 не нападать и за bc7 понятно да джев 4 может быть я легкого лилша еда 4 до этого махнуться и в принципе так сейчас погнали это 4 мне не нравится сейчас я тоже еда 4 4 хочу блин g4 такое себе так так хочу как играть так так и 5 бой бой да и 7 бой бой пошел вот в принципе такой вот как бы хороший ход чудо подались 7 подождет он куда ты будешь ходить такие ну косяковый я играю постоянно тут уже тяжелую получили позвали а но он сейчас не найдет это было меняться там давно было где-нибудь или так или так побить а сейчас уже уже все печально он сейчас походит и 5 и все а пича есть да и 7 cb4 и 5 бой бой ей в 6 и 5 поддать кириллов показывал эту он съест на 4 и в 4 а все понял красиво я думаю так но могу ошибаться олег тут уже ты принимаешь давай ладно о что он тут сам это как говорится намудрит потому что у нас ресурса но и 5 я думаю как есть такой вот подожди а если и 5 чё сальем нет а так 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 блин плохо тоже получается все может есть какая-то ничья больше некуда идти то я гляжу bb опять гляжу если он dc3 пойдет ей f4 так блин конечно туговато сейчас нам тут да может остается как-то все заголовки вроде рассасывается вроде рассасывается так а если оба шесть оба четыре же можно обычно можно александр опасен александр очень опасный оказался все слили на короче он просто bc5 пойдет и все цб4 точнее все таки вот этот момент надо было поменяться еда 4 вот это косяки я их люблю и как бы ну я не могу тоже сразу это тут тут я сам наиграл вопросов нет да просто он чётко реализовал да я вот кстати как бы и не думал что такая позиция вроде хорошая у меня была молодец молодец вопросов нет молодец красиво мне понравилось как говорится хоть и проиграл но слушай я вот играл с фамилиным он гроссмейстер по комбинации финале москвы дайв по финале и ему надо раза два обыграл вроде да гроссмейстер по комбинации пачинский привет каналу передает видать слушал тоже нас моню посмотрим или чем на давайте там кстати мне писал администратор гамблера что минимум 20 ходов до ничьи то есть прописали они с яриком с яриком я не распишу ни с кем ничьи то есть расписание ничьих отменяется 20 до надо двигать но мы с командой со своей будем расписывать как бы я думаю ничего не поменять что сходы придется делать так кстати мы еще все еще неплохо идем плюс 1 нормально у нас уже 27 лайков александр цыганов пишет привет канала привет так александр пишет играют гроссмейстеры 10 на 10 каждому гроссу даются клавиши со всеми возможными ходами каждый нажимает то что ему кажется наиболее лучшим ход определяется большинством как вам такая идея у меня уже что-то извращение так сергей садовским играет садовский мудрил на тома за этом стриме со мной когда он любит помудрить это я знаю тут темп вдобавок это не сходится но позиции косяковые опять идут у косяковые да у меня кстати ну как будто я белыми игра по сути угарова не попутаться нигде да не они по моему тут равны и сделают угол на нигде не вылететь это понятно счет садовский может колу какой попробует у садовским лучше конечно аккуратно играть да так может g4 сыграть просто не мудрить хотя опять он bc5 и что-то в штучки играть тогда чего не так ажи 7 может быть можно да ими положить самим потом так так подожди и вообще bc5 не давая ты чё поставить я вообще бы опять по даже избрал бы я люблю к выиграть то есть уходим от c5 bc3 же 4 cd4 разменялись у вот ничего нет такого вот нет мне не нравится так а если ажи 7 и 2 же 7 ладно он решил так ну давай тогда два раза я не прошу как говорится так ну слушай bc5 я сцену такую пузырь голову посмотрим что он из берет он может дц ты каком-нибудь избирать а так даже это дает такая сф и 5 или даже d5 ну да поздно хорошая позициями похожую позу тоже но можно разменяться три на три я тоже когда делал это а ты на три так так туда в принципе должно быть ну получше даже хорошей позиции наш любимый размен володя тройной одеколонда он побьет ну и сейчас еды 4 еще и все игра закончена мне кажется не надо изолируешь как-нибудь да иначе там плохо будет или нет что ты быстро там это посмотрим там ты плохо то у тебя не было вроде сосал сейчас в принципе у тебя получше я думаю так об и 6 только они можно я бы 6 1 надо быстро играть ты любишь гамбитку играй сам тут bc7 может а тут ком бы не прокатывают кстати bc7 да хочется мне сыграть bc7 cd6 да и 5 там какие-нибудь такие планы так что ты хочешь cd6 да и 5 потом такие не качут тут идея кстати да молодец вот проверять хороший план не 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 хороший план да и 5 до хочу потом если он поменяется просто рачу cd4 выскочил молодец сейчас классный план предложил прям вообще в тему красавчик куда будешь бить вот сейчас я тогда уже выхожу меня дружище отличная позиция нашу команду подвожу брака так вот сейчас хочется а b4 тут темпа глядеть тоже как-то было чуть-чуть подсчет сделать это должно срастись сейчас конечно это шашка очень сильно если сейчас не так 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 вот тут еда 6 нельзя будет карба так если в же 5 и в же 5 может вообще и 5 есть и 5 лучше наверно вы теперь да тоже давай время олег по время ходи сам как-нибудь так я до 6 вроде выиграно сейчас бы там 5 не сказали ходи и в же 7 в жилой а не получаешь а я знаю позицию она ничейная да вот так хотя бы не ничейная ничейная да я это чемпионате пермского края такую позицию получал до ничейная ну хоть время я уж переживаю тут по времени у меня как бы я считаю достойно отыграли что нету кнопочки ничья предложили нету нету у него тоже нету значит это тоже не очень хорошо вот так играть когда там сыграл те воли за 12 годов до какой-то чую гонять там нему творческая партия получилось спасибо за игру я считаю нормально сыграли пока четко просто мне кажется у тебя блин выигрыш где-то мы упустили у нас возможно возможно поиграем так что мы только упускаем выигрыш и то есть как бы как какого там видишь как 7 секунд уже тоже как бы особо-то не посчитаешь как говорится чем богатый теме рады вот denis дудко смотри проиграл пожит у сарша его еще 5 вроде все правильный план может он и правда сам садовских хорошо сыграл то есть не он может знакомую позицию получил скажет так давай это похоже он тоже знал план лишь как уверенно то лучше я же выигрыш нашел какие же мы тупые и опять пойти это 26 ходом а и это просто дамку ведем помочь тем же 5 и просто в любке и в 4 а нет все равно и у него есть назад ход нет тоже не получается ё-моё так как что до выиграть я прям даже это значит мы не тупые мы умные мы не тупые просто жизнь такая я вам похоже знал эту позицию похоже она ничейная он видишь тоже так уверенно так прямо раз раз начале видимо сидел выбирал план какой получше то это я считаю творческая партия неплохая ладно так у нас девятый тур к пилочку так вот тимофей проскурин соперников но позиция у меня зато хорошая слишком какие-то неравные позы то есть тут как бы пф и 5 по моему поэты головы это зашла на окружение не стоять ни в какой тут ему только окружать больше нету ничего как тут еще играть-то я могу вот играть вообще то есть как бы то то как это того тут уже а вот слушай а если бы опять быстро рискуешь а я подсчитал уже там а сейчас как-то cb6 хочется а может даже живший а есть 4 нету коллеги связка и мнение неудобно лучше это пусть меняется а 25 наверно у нас будет как-то так подождите так так да кстати комбинации какие-то 6 может быть давай живший все-таки дождь 6 поточнее вот он не боится комбинации видишь как и 5 имеет право быть вроде такой право мне бц-5 не нравится из-за бц-3 дальше чё как развиваешь 6 до cd-4 b7 но как-то вот такое себе ну не знаю дело-то твою я может и 5 пошел 25 сейчас процент или ты будешь оба 6 ходить назад ну на бок то меня строк получается на чайф и 5 нельзя что ли сходить подожду айф и 5 нельзя да а как-нибудь но оба 6 остается получается вот я поэтому мне не нравится 7 чего нету что ли не поджи от cb4 вообще ну ты хочешь ли боковушки выкинуть ну попробуй мне кажется у него хуже тут мне кажется у тебя хуже у тебя сейчас будет ли боковухи и на родственнице поджила на бц-7 и надо назад поменяется а не надо может б3 сразу же уйти и там комбы тоже давай б3 так чё пить шашки на чё-то он тут знает похоже что у тебя на и 8 нет шашки уже это будет тяжело все это интересная жертва потом назад поменяешься наверно и есть что ее подкинешь где-нибудь просто и боковухи мешают ну да наверно запутчик да как садовский тут рассмотрел ну как говорится мудрите елки-палки надо было отдавать ее можно было попробовать поиграть и сильно верно имеет положить сейчас обошлись хочется хотя можно и dc5 вообще в их время ходи быстрее олег да вроде че у нас висят шашки там каким-нибудь ком бы мог пойти через cb2 но ты ходи быстро там наверно в 5 секунд я гляжу cdc5 на f2 dc5 на еды 2 разменяюсь назад да не они ничейные комбы все если жертвует ну dc5 просто на cd2 тоже назад разменяюсь ладно посмотрим сейчас смудрить будет она и в 2 куда пойдешь dc5 а куда еще на ранее нормально там позиция задумался хочет выиграть да не это ничья четко подроссал алиф опять разменялся до отмечая ну все молодец олег тут сразу скинул дамку поставил и уже 5 ну да там эти чтоб не попадаться ударчики там постоянно да детские но все равно люди попадаются такие ну тут просто уже да нельзя предложить не чуток воник состав у тебя сильный то есть с кем ты кстати да вот вроде плюс один но состав то реально такой игровой цыганов силы и садовский проскорен и все сильные но шаев кончален к 10 тур у нас уже так опять о алексей куница проверим гроссмейстер ли алексей куница а то я высказывал претензии оба 2 мне кажется fg3 на б2 хотя я бы два мужа он там ничего не сделает вот пц 3 спокойненько так а мне кажется fg3 тут выиграет какой не она посмотрим я тоже так меняюсь тут все так же ну и вот это так а cb4 если я бы опять бы на его месте шлепнул по так вот сейчас b5 хочется а еда 4 на тебе не охота пойти нет он бц 5 ничего а куда спокойно играем так сейчас как-то f4 хочется туда так и остается как-то у него не очень позиция bc2 бацан играть ему сушить у вас весель и уже 5 скорее всего а зачем а и хитричу нельзя у какой-то такой он пойдет же h4 поменяешься ей в 6 а ну да кстати а можно поменяться с ассоции 3 и 5 cb2 что ли как-то да плохо и в же 5 на можно с а не не сосешь там наверно точно кстати можно и и в же 3 вообще разменяться я бы уже 5 наверно ну такое тоже себе и в же 5 не охота но и в же 3 меняться куда ты хочешь на джетли побить или куда а и в же 5 ладно чуть-чуть опять косяку не сводится ё-моё чуток надо чтоб срослось чуток cd2 может cb4 нельзя а потом cb2 или cd2 он закроет и кажется cd2 поточнее будет сейчас можно уже наверно разменяться хотя нет может cb4 не чем меня по ты сейчас какие правы тут не сходится ас уже тогда нападаем блин быстро хочешь дц ты там был еще но он как косяковый но посмотрим принципе вроде не вижу таких вот проблем сейчас мы его хватит может даже он на б6 побьет но тогда c3 чё дает то быстро cd4 пойдет олег пишешь теперь и d2 нельзя ходить трудности небольшие баб шашка на d2 мы бы ему вроде в же 3 можно ну похоже себе по пост плохая уже становится как защищаться то так есть четыре надо было поглядеть ладно что теперь уже аж теперь gf4 какой-нибудь куницы загипнотизировал нас так и проиграть можно еще не тут уже можно тут уже не нужно куда идти то будет слева фланга прорываться так может прорываться сейчас прямо успеем уже не успеваем наиграл куница гал точно довольно таки но уже потом просто вот тут я намудрил ну просто нужно поймать что вот эти выпады есть это косяковая позиция сейчас я погляжу как тут все таки гроссмейстер да не гроссмейстер так себе игра не ничего особенного пока не вижу до cb4 олег все-таки надо было пойти а потом просто если бы он пошел cd6 cd2 он намудрил где-то да я как бы кассиву на большие пошли пошли за черных игра вот забил их как бы я не играю позиции косякова и как бы ну чё-то намудрил до на было пашу слушать я уже на полтинник упал перед последним туром блин чё там андрейчик играет так щукина вообще слушай где я какой щуки набирает на втором столе блин на полтинник упал слушает я не знаю тут же можно попробовать столбняк ввести чем вот это не пробует понятно тут нету выигрыша ничья учел как его хочет поймать я не понимаю вот как раз к этому подводит о дам поставил все ничья кстати состав я смотрю сегодня неплохой ну да полки не как бы ну ладно посмотрим может последнем туре кто-то попадется сладенький на десерт сегодня у меня игроки я считаю сильные были до такой состав был хороший у вас на последний тур забрались гиарик играет как мастер спорта юрий кириллов короче все мои недруги у него поприятнее может как-то fg3 может вот и гроссмейстер попался тебе еще один таких то мы любим гроссмейстеров олег да и ты не хочешь подвязать его хочу хочу ташист 25 ну а так он будет он она так как-то cd2 уже смотрится сошли в 4 тут не выскакивает и f4 можно тут надо глядить и в 4 так не сообразишь на минуту cb6 нельзя нет cd2 если он это наверно не лезть в эту тему может поменяться назад проще и рисковать с ним подавшей f4 cb6 и чем никак играть там удары 6 нельзя комбинация идет давай назад размениваем а может вперед даже и назад поточнее нара пока давит дедушка нас страшно дедушка нас тут не должен задавить лица ваша ты чего нельзя что ли оба два смотрю для подвор где часто а ну посмотрим что он придумает а по времени на немудрить короче я бежать 4 просто пошел бы на его месте и бц ты наверно надо двигать ее чего нет 25 был еще dc5 а это как бы упростить вот эти связки играть дебильные но выставка может и фи тут уже в принципе поприятий наверное уже должно быть это плюс-минус равно это олег скидки f5 и зайти же h2 и не не подожди и dc3 нравится в клеще возьмет не в кличне получается взять у него проблемы тут понимаешь паша может сейчас мы деда тут и лена почему где-нибудь вот это нам уже как говорится нравится тут есть вариант жертвы шашки жив 2 пойти в любке бой бой шрифтвана дали их время надо лимпоза о ее комбинейшн сдался устал уже что-то сегодня состав очень мощный был у тебя не было пройдено я говорил лучше их два пойти да не я опять намудрил короче на играть быстрее ваша просто надо тупо играть быстрее все проблем не будет меня видишь постоянно нет времени на подумать а у меня времени нет катастрофически не хватает уже аж ваших твой гранат какой я тебе советовал я сейчас гляжу тоже да гляжу потому что размер есть то можно поглядеть эти пони паша там позиция хорошая я что-то намудрил где-то на посмотреть будет поанализировать спокойно это конечно не позиция не 10 секунд на тут на хотя бы секунд 30 иметь такие позиции рассчитывать с десятью секундами и комментируешь пробуешь чё-то я что-то тяжело давайте посмотрим щукин валюк да мы смотрим чья ну кстати тут ничья но можно помучить на f6 сейчас ой на c3 дамка а так до 6 а что а ну а же 3 а б-8 поставил чем 6 нет нельзя на 8 нельзя петля до никуда нельзя бы 6 просто играешь и все это ничья элементарно ну и чё как играть туда же черные не успевают ничего но b7 b7 поставил чтоб тут вообще никаких шансов не было ну или так они чья ладно артема гагарина пишет формат 2 плюс 2 не очень вот 3 плюс 2 хорошо у 2 плюс 2 я говорю не хватает времени катастрофически просто вот так время как комментировать да так владимир его напишет стримером 3 плюс 2 остальным 2 плюс 2 я кстати такую идею предлагал но это понятно чудоватые идеи те так ну ладно ладно мы тут змей горыныч еще как говорится ни один сидим у нас тоже свои плюсы есть какой-то место занял так еще играют сорок первое там чё-то и смотрю плохо сыграл минус один просто некоторые игроки вылезли откуда непонятно то есть играли внизу а ты со всей элиты переиграл сейчас давай кстати как-то меня вот посадили да я вот смотрю состав вот с кем я играл это капец конечно вот чувство что мне всех вот посадили кого можно было под мастера саршаев мастер ну два мастера можно посчитать чеснокова играет мы будем силу очень крепкого кмс мужского я думаю пицуха рада не надо ли калинка считать цыганов мастер спорта садовский мастер спорта расколен мастер дэв куница там гроссмейстер дэв и посмотри вот последние четыре игрока вот все как на подбор до кого там выигрывать реально кстати владимир егоров пишет товарищи что же вы так не уложите на кюри викторович мне он просто заслужил такие вещи мне говорил на это я с ним еще ласково ласково о чем сказали вроде ничего не я ничего плохого и не говорил а что мы сказали я сказал главный ташист если бы я сказал что он мне говорил да у вас там бы уши завяли человек все равно такого возраста то есть можно паша я считаю наоборот если ты возрасте на как-то наоборот должна быть как сайт уважительно со всеми вести они как пацан там понимаешь 18-летний общаться альяна может саша и выиграл с ним играл красавчик уже саша и первое место моня 0 2 роман щукин 3 молодец но может кстати я вот хочу сказать про мажита вот может сашаев и и не шагин я считаю это первые претенденты в россии на звание гроссмейстера вот это мое личное мнение кстати недавно что-то денис шогин мне и мы почему-то с ним дрались во сне может то что обыгрывает постоянно меня кстати мы всем давно не играли да так али какое место то занял торок первое минус один но я не скажу что я не форме в принципе я просто скажу что но реально сегодня соперники были как на подбор тяжело очень играть согласитесь сами как говорится ну и очень быстро двигал ну и до пару ну одну партию точно я выпустил с яриком с лишней шашкой а так вот особо я не вижу кого это нового давайте посмотрим тогда если вы хотите сейчас я буду двигать а вы будете глядеть будьте глядеть нет они там не интересно интересно сагановым не там там просто я ошибся тоже да можно было еды до 4 в принципе разменяться я там уже на выигрыш играл по лес попроще на было играть это уже как говорится психологическая ошибка но с другой стороны а почему ошибка мы же тут стрим видео на как-то поострее стараться играть все равно я уж по моему сегодня ни разу не игра вот прямо на отбор все партии творческие были я считаю да то может нет упрек поставить что я как-то отлынивал от борьбы главный ничего сыграл с первым местом да да кстати да нормально в принципе нормально ладно печати спрашивают кто такой норрель кто не знает моня норрель это международный гроссмейстер из молдавии уй кто-то горит тоже гроссмейстер но тоже горят большие сомнения что в силу гроссмейстера человек играет мне кажется если он такой старый и так двигает шашки то когда он молодой был явно посередине играл поэтому тут они факт он принимал участие чемпионатах мира кстати восьмерку попадал знаю там 9 смотри олег я бац его вот обыграл в реале он старый тоже то есть уже можно сказать спад в молнию там не с николаем васильевичем я играл в blitz я скажу так он как бы играет хорошо варианты знает все но ему вот тоже катастрофически времени хватает он по времени назад с ним с обоцировым 2 ничья разошлись то есть в турнире ступина и вот сейчас в январе или феврале то есть я его одну партию выиграл то есть и вторую тоже мог ну там поддавить его и зажать но я как бы ему ничью предложил он отказывается но я как бы это начал дальше играть у меня в вальт ничьяну а чё там играть уже начал давить то есть как бы смысла нету поэтому как бы тут такое но я считаю оба цифру сейчас играет очень прилично да нет это если ты один раз выиграл это может в blitz как говорится там ошибку может допустить а в классику я смотрел он по как-то по моему николая макарова как раз выиграл по у володи эта партия была я смотрел не знаю когда выиграл в классику макарова то есть или или ничья была я вот не помню пластику вот я разбирал еще эту партию с макаровым кучу ничьих короче у оба цива был выигрыш я помню эту партию а он короче это там не точно сыграл и в итоге по ничья да я разбирал эту партию вспомнил я там у него выигрыш был вот так вот ну чё парни колечко сейчас будет так володя да поставь пожалуйста позицию четыре на четыре обещал поставить позицию сегодня показать зрителям ты паша что-то будешь показывать показывает и я погляжу 4 на 4 значит шашки белых можешь поставить сейчас секундочку открою так она я пока заготовочки свои почта оказывается раньше древности но не в древности в средневековье у рыцарей было семь навыков которые которыми они обязаны были владеть то есть первый навык это плавание второе фехтование третье это петь и сочинять стихи прекрасным дамам четвертый владеть копьем пятый уметь ездить верхом шестой охотиться и самый интересный седьмой навык играть в шашки друзья хотите внимание не в шахматы а именно в шашки а вот сегодня тоже комментарии написал лига шахматных стримеров то есть как раз вот оказывается шахматы в средневековье в европе были под запретом ну я не знаю почему это связано скорее всего с тем что сарацыны играли в шахматы мусульмане то есть кем как раз рыцари воевали и как бы считалось видимо из-за этого и прилично играть а в шашки играли рыцари а на руси наоборот в какой-то момент по моему шашки были под запретом то есть нет не шашки шахматы тоже да то есть почему потому что как бы считалось азартной игрой но хотя шашки тоже в принципе азартная игра то есть кто из вас хотя бы не раз не потюгался когда проигрывал на ровном месте или ничью делал выиграны позиции есть такое подавали говори позицию так белые a3 f2 f4 f6 черные опять c5 h4 и а6 активе угрыдеть сейчас я откроюсь а свободе поставят ладно я пока это тут потрению еще немножко вот сравнение шашек и шахмат тоже мне пришло в голову вот смотрите друзья в шахматах есть такое понятие что король слабый всего надо оборонять постоянно защищать в принципе это как бы нелогично есть такое то есть да там показывают людей одни и те же лица они сварщики там и эти шахтеры и водители там все все они короче обладели всеми профессиями одни медитируют да там под бронированными стеклами вечно но это ладно как говорится то есть обычно в жизни наоборот король это наоборот самый сильный самый умный самый хитрый и так далее с не совсем разумно следующая тоже момент вот шахматах обратите внимание что разная стоимость фигур да то есть ферзь обычно гряд там 8 9 10 даже пешек ладья 5 пешек обычно четыре с половиной конь слон примерно одинаковые по три полу там как-то так пешка 1 то есть а в шашках смотрите все шашки одинаковые вот обратите внимание кстати как своего рода братства все одинаковые да но даже среди шашек шашки неравны между собой хоть они одинаковые как ни странно то есть есть отсталые шашки и шашки которые в центре есть которая на бортах и шашки которые держат дамочные поля эти шашки неравны друг другу также и люди свете своего рода философия интересно владислав шипилов недавно общался с ним вот он сказал недавно проходил чемпионат о стоклеточным шашкам среди программ и программы многие шашечные до сих пор они плохо оценивают эндшпильные позиции почему потому что разная стоимость дамки они не могут до конца оценить то есть иногда на проводить комбинацию допустим проходить дамку дамки они думают что слабенькая позиция на самом деле это не так из русских шашках более-менее уже окончания изучены а в стоклетках как бы зачастую бывает тяжело оценить интересно почему вот он не играет вот как бы это я его вот я разу по моему даже не помню я просто что часто играю но факт то что мне даже не играет почему-то я ему предлагал но он по-моему не блицор вот сайте я тоже тему хотел поднять я считаю 6 блицор и туго думы вот я например ту году больше я считаю вот так условно как говорится без обид а есть универсалы то есть это вот своего рода если сравнивать с бегом да то есть блицор это по сути такой спринтер заточен именно а туго дума это своего рода такой марафонец у есть и среди бегунов кстати тоже вот универсалы то есть они на всех дистанциях также и в шашке обратите внимание то есть почему вот такой момент происходит как раз это связано мне кажется с вашим с возможностями нашего мозга то есть профессор у селезнев он как раз говорил о том что мозг человека развиваются ну то есть по заложенным каким-то программам очень тяжело его развить то есть какой какой генетически грубо вам грубо говоря при рождении мозг вам достался понятно вы его не можете сменить то есть вы его чуть-чуть можете потренировать но все равно основные как бы параметры невозможно изменить которые заложены вот олег не согласен немного вот с этим пожалуйста есть такой чел я участник книгу читал этого генри форда он из обычной семьи допустим но как бы он шарил то есть там двигатели собирал а у него был короче друг томас оба эдисон ему сказать что ты типа вообще это но его родителям сказали что ваш сын умственно отсталый это вообще это друг генри форда томасом в эдисон про эдисон про эдисона ска эдисона сказали что он тугадум он все над столой и умственно отсталый тип он не может учиться с детьми а родители ему сказали ты умный типа и ты поэтому не можешь учиться и потом он стал гением представляешь и нашел эту записку уже когда стал богатым все и умным там с изобретениями он прочитал а там написано это типа ваша ваша сейчас я тебе выскажу свою точку зрения смотри во первых томас эдисон очень многие идеи украл у знаменитого николы теслы это общее известный факт он зачастую брал у него идеи ничего ему не платил то есть это по сути то не эдисон гений никола тесла эдисон это по сути вор если так разобраться как зачастую вот у нас и происходит то есть люди что-то придумывают у них воруют эти идеи и выдают за свои понимаешь это это и как говорится не и говорит о том что человек гений если ничего не делать то мне кажется развиваться то есть очень тяжело развиваться конечно надо я согласен развиваться надо да это я соглашусь да вот кстати тоже пример то есть в шашках обратите внимание есть так называемая стоимость шашек даже полу таблица есть и обратите внимание чем ближе к дамкам тем стоимость шашки выше вот о чем я говорю человек с возрастом должен вести себя достойнее быть умнее мудрее ну конечно сила сила у нас снижается до любая сила в том числе и в постели как говорится в каждой шутке из доля шутки из доля правда да то есть ловкость снижается но такие качества я считаю что должны расти ну это мое личное мнение так что еще в чате писали ли так стич писал гандере есть игрок по имени годзилла очень сильно играет кто он вы не знаете какой-то госпитал с якутии я думаю может гермогенов можно артем гагарина пишет годзилла стопроцентный гроссмейстер так артем гагарина гермогенов же николай в нашей команде на будет поинтересоваться может ответить артем гагарина пишет олег сделай разбор партия гейкин валюк и кин валюк как раз вчера на канале вышла сделай а ладно попробую кстати я хотел партию разобрать тоже интересную и партию даже дебют вот я позицию расставил то что ладно ладно как говорится ладно в дебри уже уходим позицию я прошлый раз хотел показать значит друзья если в этой позиции ход так в этой да уже по альбому белых черных черных володя ход черный ход черный сейчас поменяю вообще это известная поза по моему дашки книжки это искусство защиты есть вот черный так как там ход первых черных я уже забыл сейчас в этом что-то еще расскажи я пока почитаю разводом первый ход черных ставить она попробую кстати генри форд я интересный факт вспомнил тоже вот паша сказал генри форд генри форд он все время оплатил своим механиком знаете за что только если они сидели в курилках грубо говоря отдыхали почему вот это кстати на самом деле очень интересный факт вот так если на первый взгляд кажется дурость какая-то он платила людям когда конвейер был вот этот если он ломается то есть у тебя затрата не идет сколько ты его будешь делать ну это самое в принципе да да то есть постоянно это о чем говорит что должен конвейер постоянно идти да 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 как раз вот то есть вы можете сидеть без дела пожалуйста механики но конвейер должен работать пока он работает вы получаете zp как только он стал ребята извините работайте причем в бесплатно да такой интересный факт сайте насчет конвейера паша конвейер отупляет знаешь почему можешь сказать потому что однотипную работу рабочие делают то есть они как бы делают эту рутинную работу и все вы знаете человек постоянно выполняет разную работу вот так же и шашках играют разные позиции то мозг по сути постоянно работает он в действии то есть мозг это как мышца это хочешь сказать чтобы я теорию не играл да нет я не хочу сказать чтоб при теории не играл я хочу сказать что надо разбирать постоянно новые позиции вот сегодня я то есть о это что такое я пошутил олег над тобой олег что-то в мире из-за стране могу выйти сейчас еще раз что-то не то блин а ты можешь взять на себя на тундре поставить олег управление в скайпе на себя поставить и все и быстрее то будет да не я как бы проще буду говорить ну что вот у кириллова есть по моему такая в искусстве не но это не у кириллова вообще макс федоров разбирал свои энциклопедии а вообще эта позиция изучалась она очень древняя изучали николай кукуев будкевич это такой был маэстро значит шашечный николай пустынников потом разбирали цирик алексеев игорь алексеев кстати в нее огромный вклад внес тоже у как и николай кукуев первых ученых нес вклад много до оставил все до 1 очень сложная на самом деле очень сложная очень много идей а я не говорю что легкая а очень сложная да то есть в этой позиции два хода есть ученых можно сыграть cd4 можно оба 4 ну паша наверняка знает давай володя вот ты бы как сыграл ученый так cd4 или оба 4 до cd4 как-то белый ход cd4 друзья ведет к ничьей оба 4 проигрывает почему так вернее оба 4 оба 4 проигрывает потому что белый играет эфи 7 вот как раз это доказательство сделала николаем кукуева московским мастером ну как играть bc3 и d8 cd2 cd2 удара нет dc7 ну и сейчас единственный ход надо же три жертвовать потому что видите поставить некуда то есть если на е1 поставь володя мы просто дамкой на е5 ходим легко выигранная а если допустим на c1 то тоже легко выиграно на d8 подождите вот вы а на е5 да и вот так давайте на е5 вернемся давайте давай ходи е5 вот это все ходи нет вот-то черных паша и 1 е5 ходите ну покажите всем тогда ажи 5 можно сходить я говорю на же 7 ну и на c3 наверно тоже выигрыш нету выигрыш как нет но на c3 как уж выигрывать легко окажись уже всякий все до свидания и даже выиграешь вот олег зачем геморрой нужен геморрой да ладно там будешь делать 20 годов еще не проехали это побочный вариант как говорится не отвлекаемся интересно так давай ажи 3 надо жертвовать то есть это мы выяснили его вперед так сейчас остается один ход тока на е1 на c1 нельзя понятно с этой 4 тоже нельзя просто там нападут 6 на е1 сейчас надо точный ход сделать володя куда бы пошел забил на а5 что ли нет а так ничей ведет если на а5 можно ну допустим так на 5 сыграй ну не знаю допустим ну cd4 хотя они тоже cd4 нельзя на f2 наверное да ну и тут непонятно как выигрывать получается то есть черные грызят большую дорогу меня оси белые на c3 ну просто на же один играем и все они выигрывают даже один да как выигрывают непонятно ладно вернемся тут надо играть на b8 точный ход восклицательным знаком и вот как раз есть интересная комбинация володя вот если черные играют на опять найди комбинацию ну и вы уважаемые зрители попытайтесь найти комбинацию простенько но со вкусом глаза не бросается бд6 я бы 4 вот комбинация володя увидел красиво да вот у садист спрашивает стечь ребята где евгений кондраченко да но его и не видел в гамблер кстати евгений кондраченко да кстати хотел прорекламировать тысячную победу на гамблере он недавно отпраздновал говорится видимо взял паузу отдохнуть чуть-чуть от гамблера и стримить трехчасовой стрим обещал 25 так что ждем завтра до в 19 на нашем канале большой стриме евгения кондраченко посвященный тысячной победе турниров на гамблере ждем как говорится вкусности шашечные рекламка не басса комбинация кстати неприметная такая а а если на c3 игра на c3 нельзя потому что ну просто нападение будет там выигранная шпиль cd4 если не на так нельзя потому что нападут просто он нападут даться до 4 или отъела пока не покажите закрываться надо тогда бы 4 и все и 1 кеда побили на цена и 3 до b2 и надо 4 легко да но это для начинающих как бы показывал да так так то есть надо играть cd4 в этой позиции cd4 нападаем то 7 надо отходить час точный ход делаем дамкой на и 3 то есть видите друзья мы ограничиваем дамку теперь черным надо жертвовать шашку ну иначе как на b2 а b2 ну и на c3 черный пытаться занять дорогу вроде бы убегает не на ничью да но не так белые счета белые жертвуют неожиданно cd2 уже вижу и играет еды 4 и как говорится теперь терка походить то есть на b4 или на опять покажи воде просто играем дамкой на c3 вот так называемая петля так ладно это разобрали а че то есть надо играть cd4 вот в той позиции изначальной до конца прокручивай пока ничего интересного как говорится для профи да чё еще зависла да ладно подойдем немножко все наверно придется закругляться сегодня а чё так надо мне уходить серьезно что он еще хотел показывать ну давай ладно быстренько покажу тут хотя нет быстро не получится вот тогда наверно следующий раз вот опять не получается показать позицию что-то она какая-то заколдованная ладно ладно всем спасибо тогда за внимание спасибо вам ребята за стрим без спасибо так ждем я считаю неплохо поиграли паша сегодня вот прямо несколько вариантов подсказал вот в тему я то есть пожаловался сперва ваша не подсказывает и потом паша стал выдавать идеи одну круче другой до молодец соперники как говорится сегодня были все как на подбор с ними дядька черномор но единственно вот мне понравилось как бы с тимофеем проскоренным ничейку сделал и сможетом саршаевым как бы считаю вы кстати сергеем садовским тоже да в принципе были творческие удачи сегодня да нормально я не жалею хорошо сыграл что свою силу до ждем всех завтра на стриме с кондраченко кто мне поставил лайк ставим лайки всем пока до новых встреч в эфире выходных всем пока пока